всех приветствую на канале для пострадавших от психотеррора с вами я андрей шутов и очередная пострадавшая от этого зловещего явления психотеррор представьтесь пожалуйста изложите свою жизненную ситуацию всем привет меня зовут оля и мне 28 лет и скоро 23 ноября мне исполнится 29 лет я нахожусь под психотеррором с 2013 года это то что начало происходить со мной и сначала я не понимала что происходит но когда со мной начали происходить абсолютно странные вещи и я начал интересоваться этой темой я поняла что я попала под какую-то программу каким образом все началось и с чего все началось по моим предположением это началось с того что я просто сидела в интернете и тогда я сделал на тогда еще популярном сайте который называется 2 чхк я не знаю может быть кто-нибудь слышал о нем я интересовалась разными темами я сидела в главном разделе б я сделала в разделе посвященном видеоиграм психологии и также заходила в раздел посвященной политики и мне кажется тот факт что я посещала раздел посвященной политики и компьютерной безопасности в конечном счете оказал влияние на то почему это начало происходить со мной в один момент сайт из того источника в котором приходили люди и общались анонимно в котором была культура анонимусов превратился в сайт который попал под внимание внимание спецслужб спецслужб да спецслужб и сказали чтобы мы с этого сайта лучше уходили на нем находиться больше небезопасно теперь он будет просматриваться так как появилась такая программа как сорт которая теперь ну как бы вынуждает и принуждает интернет провайдера потрудничать со спецслужбами образом весь трафик все сайты которые вы посещаете и сообщения которые вы пишете в том числе и в социальных сетях взятые под контроль и на сайте обсуждались различные темы и после одного из оставленных сообщений и после того как все что это происходило обсуждалось у меня дома в один момент я начал обнаруживать странные вещи на этом сайте старт обсуждать меня и мою личную жизнь я правильно удивилась и я про не поняла как это началось я обнаружила что стали посвящаться темы касаемые меня и какие-то сообщения касаемо меня причем они носили крайне агрессивный характер это были обсуждения оскорбления угрозы насмешки троллинг причем делать это не прямо а скрыт завуалирована но в любой человек по признакам поймет кому это относится спустя время я обнаружила что они начали обсуждать на этом сайте вещи касаемо моей личной жизни то есть как бы давая мне понять что они видят меня видят не просто кто я но видят чем я занимаюсь что в моей жизни происходит то есть она сидит сейчас столом в компьютере у нее дома такого-то цвета шторы и так далее и это казалось мне очень странным и я не знала что происходит затем люди из органов сказали что там будут сидеть товарищи майоры сказали что просто ко мне пришли домой и установили дома скрытые камеры таким образом мне дали понять что так что я зашла на этот сайт и говорила просто что-то дома обсуждая мне взломали все мои устройства и установили дома скрытые камеры также они установили их в нашей машине и начали отслеживать мои передвижения но последующим я обнаружила что даже когда я выходила на улицу и встречалась с кем-то общалась им было известно абсолютно все про меня спустя какое-то время я просто жила своей жизнью и никто не трогал но я обнаружила что меня начали проследовать странные люди когда я шла куда-то по улице какие-то странные люди с мобильными телефонами стали ходить за мной везде то есть я могла идти по улице или зайти в супермаркет и эти странные люди с мобильными телефонами с развернутой камеры на меня преследовали меня странно смотрели и смеялись я не понимала причины такого странного внимания ко мне но я заметила что в моей жизни таких людей никогда не было таким образом удивилась тому что вообще кто-то может ходить за человеком ходить со смартфоном развернутым камерой в сторону этого человека на меня и ходили они часто с рюкзачками как правило это были черные рюкзачки чуть позже я узнала что это удивление называется все террор и ганг сталкинг тогда я залезла в интернет и начала изучать это явление в тот момент также был живым сайт который называется все террор . но к сожалению этот сайт взят под контроль и больше он не существует остались только некоторые источники некоторые группы и международные группы и свидетельства других людей я узнала о том что это вполне организованные компании что они оплачиваются что это является частью программы что человек оставит так называемый watch-лист или список отслеживания и если человека в этот список помещают то его оттуда не убирает никогда и что человека ставят на компьютер спустя какое-то время я просто очень сильно устал от того что эти люди продолжали все время наблюдать за моей жизнью первое время они говорили какие-то угрозы оскорбления насмешки я решила просто не обращать них внимание у меня случился нервный срыв все же потому что я не была готова к тому что это произойдет и не знала что с этим делать и когда рассказывала своим знакомым они не особо доверили в то что такое возможно и они думали что я преувеличиваю и когда я просто обратилась психологом она направила меня на обследование с диагнозом невроз в местную клинику я обнаружила что врачи и некоторый персонал также в курсе моей личной жизни тогда пазл начал вкладываться я поняла что как бы эти сотрудники и организации они сопричастны они являются частью чего-то что должно как бы сотрудничать между собой таким образом я поняла что когда место не пришла про меня будет сообщаться все но после двух недель обследования меня выпустили обнаружив что как бы если достаточно просто принять легкие успокаивающие начать вести здоровый образ жизни то я восстановлюсь после этого я вела обычный образ жизни но я обнаружила что все мои устройства взломаны абсолютно вся моя активность в интернете отслеживается все мои посещенные сайты все загруженные файлы все что я говорю все с кем я встречаюсь абсолютно все отслеживается и сообщается этим людям они в курсе всех моих тел так я обнаружила что периодически эти люди начинают испытывать на мне разные технологии то то осведомленность которую они получили о моей жизни не только в качестве моих посещенных сайтов или всех людей и место которые я посещаю они им стало известно о моих мыслях то есть о моих мыслях о моих снах о моей памяти абсолютно все что касаемо моей личности моего внутреннего мира стало известно этим людям в какой-то момент я обнаружила что нам не начали испытывать разного рода технологии например однажды я стояла на кухне и обнаружила что через мое тело как будто пропускают электрический ток то есть через весь мой организм был пропущен электрический ток это было очень странное ощущение она была временем в последующем она крутилась другой раз из того что было испытано на мне это мои ладони они как будто воспламенились и я обнаружила как будто я горю изнутри это ощущение было настолько реальным хотя внешне ни в чем не проявлялась в последующем я обнаружила что у этих людей есть записи программ которые они буквально накладывают на человека и несмотря на то что эти программы и и ощущения являются описанными человек на которого это накладывается испытывает вполне реальные ощущения еще одно из вещей которые я испытал на себе это мысли однажды мои мысли крутились вокруг одного слова которая задела у меня в голове как будто это заезженная пластинка эта мысль крутилась и она была связана со словом инопланетянин или инопланетяне я не знаю откуда у меня взялась эта мысль или это слово в голове но она начала прокручиваться просто как заезженная пластинка инопланетяне 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 и в голове казалось будто спутанные не знаю когда берешь ручку и вот так разрисовываешь спутанный клубок что-то и в голове в этот момент вот такое ощущение казалось я не контролирую себя в другой раз во мне начали вызывать разные чувства и ощущения например однажды они начали прокручивать мне в голове мысль о том что я их марионетка что я слуга иллюминатов и что я их рабыня что я дочка сатаны после этого эти люди вызвали во мне искусственное ощущение желание выйти на балкон на лоджию и спрыгнуть вниз покончив жизнь самоубийством эти ощущения были настолько реалистичными что мне казалось что я действительно должна послушаться что мой разум мои руки мои ноги меня не контролируют и что я просто могу выйти на лоджию и действительно открыть окно и сброситься как будто это мое желание как будто я действительно хочу это сделать и казалось будто я не могу себя контролировать как будто я сама так думаю и сама хочу это сделать собой мне стало страшно я очень сильно испугалась но в последующем я вспомнила о той статье которую я прочитал до этого там было сказано когда кто-то пытается контролировать твой разум или твое тело или твой организм ты можешь сопротивляться когда они начинают поднимать твою руку чтобы ты сделала что-то или поднимать твою ногу и заставлять тебе сделать шаг ты можешь оказать сопротивление ты можешь например остаться на месте или попытаться сделать шаг в другую сторону таким образом не заставить себя к примеру подойти куда-то к опасному месту или спрыгнуть ты можешь оказывать сопротивление и в этой статье на этом сайте были указаны рекомендации и инструкции как оказывать это сопротивление и не подчиняться этому контролю разума также на этом странном ролике который попался мне на этом сайте было сказано что это может быть атакой инопланетян и также и однажды они захотят взять под контроль все население планеты и заставить их покончить собой и в ролике было показано что люди стреляются бросаются под машины и они сказали это то будущее которое может ожидать вас если сейчас не задумайтесь и не дадите им отпор это все что я знаю и тогда я просто начала делать что-то и кажется эти мысли отпустили меня но уровень внушения был просто ужасным кажется создались несколько копий моих личностей то есть одна это мой разум что было сказано татья вы можете сохранить свою частичку я свой разум и когда кто-то пытается внушить вам к примеру самоубийство и попытку сброситься с балкона вы можете вернуться к тому что у вас есть частичка вас настоящая вы или настоящий вы и когда они берут под контроль вас вы можете как бы себя со стороны представить и задуматься посмотрев на себя со стороны ваши ли это мысли и истинные желания или нет если вы помните посмотрев на себя как бы со стороны что внутренний диалог когда вы остановились продолжается значит это внушение и вы можете ему противостоять самым сложным было узнать что просто теперь все мысли все мысли образы все теперь отправляется на некий суперкомпьютер после чего я узнала что существует целая система в которой человека имплантирует против его воли как произошла моя имплантация в определенный момент я обнаружила что я просто очень сильно хочу спать так как я работала на дому у меня была возможность оставаться дома и я очень часто просто вырубалась мне не было сил состояние было сонным большую часть времени я обнаружила что на одном сайте было сказано что к человеку могут прийти домой и против его воли имплантировать в этот момент когда он в состоянии сна в который вот так же вводят искусственно мне кажется имплантация моя произошла именно в этот момент глаза мне возможно имплантировали какие-то биочипы био импланты в последующем мне надо я заболела ларингитом или ринитом и мне пришлось обратиться к врачу клору в местную поликлинику когда я впала в эту поликлинику то обнаружила что врачи очень странно переговариваются между собой к ним заходил какой-то человек и они также пытались рассказать этот человек рассказал этим врачам как будто я сумасшедший как будто у меня шизофрения мания преследования и что со мной нужно очень деликатно обращаться что если я буду выказывать какое-то подозрение чтобы они отнеслись к этому с пониманием это тот отрывок диалога который я услышала который был в соседней комнате после этого врачи начали мое лечение от ринита и я обнаружила что они взяли шприц и вставив его мне в носовые пазухи вкололи мне что-то я на мгновение увидела вспышку и фигура врача была как будто она под рентгеновским излучением такая белая и серая одновременно после этого у меня возникла странная мысль будто меня имплантировали чем-то как будто мне в носовые пазухи также вкололи какой-то имплант мои подтверждения подозрения подтвердились когда я выходя из клиники обнаружила что моя голова начала пульсировать и вибрировать как будто я стала ходячей антенной я просто ничего не могла с этим сделать я шла и понимала что теперь моя голова это ходячая антенна которая пульсирует и вибрирует после этого периодически до посещала другие места рядом со мной оказывались люди однажды я пошла в салон сотовой связи для того чтобы выбрать себе новый мобильный телефон и в этот момент моя голова опять завибрировала и обнаружила группу странных людей это будем была молодежь в их руках опять были телефоны направлены камерой на меня и они на спине носили рюкзачки маленькие черные рюкзачки или рюкзачки среднего размера и в этот момент когда они направляли эти устройства на меня моя голова опять начинала вибрировать в определенный момент когда я куда-то выходила мне также создавались странные ситуации однажды я возвращалась из больницы и обнаружила что на моем пути очень много полицейских машин они при проезжали или выстраивались в ряды в другой момент я шла в церковь и когда я шла в церковь на служение то на моем пути в церковь и обратно меня сопровождали белые машины исключительно машины выкрашены белый цвет после этого так мои родители являются верующими в бога они привели меня в церковь и сказали мне покайся приди к богу и начни ему служить таким образом он поможет тебе в том что происходит с тобой они пытались мне рассказать о боге но в тот момент для меня это было просто то место куда ходят они и куда они попытались привести меня то есть я не знала тогда что действительно блок живой и настоящий я могу обращаться к нему за помощью церкви я столкнулась группа людей и я попала на молодежное служение я являюсь молодежи и я обнаружила что с ребята были очень милые мы общались и мы начали читать библию молиться играть в разные игры и так далее проводить время но однажды на одном мероприятии эти ребята признались что они тоже знают про мою жизнь некоторые из служителей и некоторые из участников молодежного служения оказались втянуты в эту программу скажи пожалуйста кто кто ты по поверью какой ты конфессии относишься какой я по поверью христианка то есть у нас церковь христианская пятидесятническая конфессия это значит какой в принципе религия то есть и пятидесятница получается да христианка пятидесятница это наш церковь к сожалению я вынужден как православный человек тебе сказать ты твои родители находятся в сектантской религии это не истинная вера то есть они заблудились эти овцы заблудились тебе надо прийти для очищения на исповедание именно православную веру тогда ты очистишься ибо там действуют каноны господние то есть твою исповедь будет слышать бог в этой же секте дети если говорю твою исповедь и твои молитвы бог не будет слышать потому что это секта ты крещённый человек скажи с детства меня крестили именно в православной церкви видишь твои родители зашли сошли со своих путей то есть вас путей своих им надо тебе надо не слушать их тебе надо пойти в ту церковь в которой тебя крестили дом отца моего дом отца моего это любая православная церковь иди туда исповедуй свои грехи батюшки скажи ты крестик ноешь вообще это момент нет это очень прискорбно и очень плохо креста боятся бесы что дают секты секты ничего не дают библию писали святые апостолы мой андрей первозванный это святой апостол который крестил нашу киевскую русь нашу русь и пойми библия создана пересказана святыми апостолами которые утвердили мою православную веру и эта вера относится к христианству тебя оболгал немножко дьявол я не виню никого из твоих родителей но тебе чтобы очиститься очиститься во первых исповедаться тебе надо прийти к своему крещению в какой купели ты крещена к такой купели возвращаясь тебе надо в православную церковь оля да иди на поле воскресный день расскажи все батюшки можешь об сетероре не говорить скажи батюшка я была в секте пятидесятников очисть меня подготовь меня пожалуйста что мне сделать чтобы мне причаститься и покаяться он тебе должен все объяснить если это нормальным батюшка если что-то скажет не так не понятно иди в своем городе к другому батюшки потому что и в нашей сейчас церкви много еретиков это очень плохо церковь православная тоже захвачен но очень много сейчас и хороших людей и те батюшка обязан будет все объяснить это его долг долг служителя священнослужителя он должен тебе объяснить что тебе сделать как подготовиться должен объяснить молитва слов какой тебе купить и так далее и когда ты будешь исповедовать грехи своей ты скажи господи прости меня господи за то что свою заблудшую овцу за то что я заблудилась и пришла не в дом твой а пришла в секту и из исповедую этот грех скажи господи прости меня за то что я была в секте пятидесятников прости меня грешную и я попалась в эти вузы но ты господи прости помилуй и господь тебя простит и так же свои грехи можешь исповедовать и причаститься а причастие покаяния чистит все мне мой белорусский батюшка сказал это отец серафим это спасибо господу за все что причастие работает и она помогает только со временем бог чудеса как сатанизме дьявол не творит сразу такого не бывает чтобы вот мы помолились сейчас прямо таки стали и пошли там и чудо произошло избавились от болезни там и все и так далее нет бог милостив но он хочет тоже увидеть дела праведника не просто слова а сокрушенность сердца смирение осмирение то что тебе дали по щеке подставь праву смирись не убивая его пути отняли что-то отдай ему куртку пускай забирают это тоже промысел божий что значит есть смирение и другие грехи жадность скоростолюбия и так далее так далее мы жадная до тела жадная до этой жизни и это все надо исповедовать вот и истинную исповедь в доме отца моего иисуса христа православном храме господь возьмет господь возьмет там есть ангел даже если там будет еретик ангел запишет твой исповедь в свиток и и понесет на небо прямо богу и ты будешь спасенной душой так что послушай меня иди православный храм секта пятидесятников это лжи религия поверь мне я разбираюсь в этом я в духовном вопросе тоже очень много значения имею потому как я православный человек а меня взяли под компьютер и этот человек который взял пожалел потому что он не знал или не задумался что такое православный дух дух православной веры христианин человек который стоит за православие он никогда бога не продаст никогда не предаст и никогда не отвернется от своего креста вот так поэтому человек совершил глубокую ошибку мы православные не продаемся ни за деньги ни за что мы стоим за чистоту своей веры и тебе надо туда же откуда взялось крещение это от бога туда и возвращайся вот и родители своих не слушай чтобы они не говорили даже не говорим ничего просто когда ты сможешь исповедуешься тебе станет на душе легче и бог тебе покажет все извини что я сбил тебя с темы но я просто хотел подчеркнуть это еще раз оля скажи пожалуйста в каком городе и в какой стране ты живешь я живу городе нарсултан казахстан вот то есть я живу в столице в казахстане у тебя же есть православная храма да конечно рядом с домом есть отличный большой вот сходи туда и проси будет икона целителя пантелеймона и так далее обращайся к целителям кони матушки матронушки подойди проси всех о помощи это мученичество и сейчас надо это всем потерпеть ибо грядут последние времена человек который покается еще помолись и покайся за грехи вот своих предков за грехи своих родителей скажи господи прости меня за грехи моих усопших предков из-за грехи моих родителей вот за то что они сошли с пути отдалились от истинной твоей веры вот так запомни оленька чистота истинная чистота только православие нет другой веры остальное все уже религии и католицизм самое страшное зло которое изобрел дьявол раньше это вера была не религией христианской верой было но сейчас эту веру оболгали сатанисты и в ней нет уже чистоты там святого духа нет так что остается только одна чистая вера которая есть чистота это только православие остальное все секты поверь мне поверь вот прислушайся ко мне и поступать так как я тебя учил иди в воскресенье однажды церковь приготовься поговори с батюшкой постой там на службе и скажи что что мне надо делать я бы была в секте секте по 50 ника батюшка как мне покаяться как не исповедоваться как мне причаститься все скажет так и сделай вот так это будет тоже промысел божий ну с богом можешь продолжать рассказывать что было дальше ну чем с того что если придалось что в детстве когда было ребенком меня покрасили именно в православной церкви затем мои родители были скажем одними из тех людей которые пришли в эту церковь которая сейчас находится в нашем городе и они были одними из тех людей которые 25 лет назад были у истоков становления этой церкви и они ходят туда уже 25 лет и там действительно есть пастыра служители которые истинно верят в блока чает библию и когда они молились я чувствовал как сходит святой дух и они исцеляли я чувствовал некое водительство то есть эти эти были помазаны они отучились в духовной академии также который находится в городе москва и они были посадлены и так что у меня есть предположение что господь рад отдельных людей и ставит их на действительности конечно мы должны очень аккуратно относиться к разного рода служением и уже пророком но когда я общалась людьми я чувствовала их помазание она влажает в том что эти служители они говорили когда я что-то творю когда я молюсь это действие я это только бог только святой дух то есть они настолько любят бога и служит ему уже не первый год своей жизни прославляет только его и своих молитвах они всегда руководствуются исключительно библией исключительно святым писанием то есть они говорят все ответы и читать как библии поступаю по слову а то есть в этом плане есть служители которые помазан но за остальных служить прихожан церкви я не могу ручаться поскольку эти люди оказались втянуты в эту программу они сказали мне что это молодежь с которой я проводила время однажды во время одного мероприятия во время одной игры общаясь со мной время они сказали что они знают про меня знают про мою жизнь и они мне мягко намекнули на то что в моем доме стоят скрытые камеры но от прямого разговора они уходили потом я заметила в их руках также мобильные телефоны и в последующем я обнаружила что через эти телефоны через приложение они могут собственно заходить и наблюдать за моей жизнью сидеть в каком-то чате где они все это обсуждают и также им даются какие-то команды и они должны принимать участие в этом это называется уличный театр это то во что они оказались втянуты некоторые из этих людей являются молодыми служителями которых поставили на разные служения к примеру же молодежное служение другие просто прихожане тем не менее этим людям дали приложение на мобильные телефоны и сказали сотрудничать последующим когда я молилась мне пришло некое откровение о том что это выглядело так что к ним пришел человек форме и он сказал что они должны сотрудничать и он сказал вам пришла эта прихожанка это человек и мы от нее потому что возможно она что-то совершила и они сказали вы должны также смотреть за ней и вы должны докладывать нам о том что она делает и также мы будем говорить вам что делать и вы должны это исполнять то есть этих людей принудили сотрудничеству и также мне сказали что к этому причастна администрация президента и я понимаю что это все на достаточном высоком уровне я слышу тебя алло алло ты здесь оля пропала да 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 ты слышишь меня да конечно я слышу алло рассказывай дальше давай я думал ты пропала оль алло пропадает собеседник куда-то алло алло да 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 ну рассказывай дальше я не знаю в действительности кто к этому причастен то есть это просто то что пришло в молитве или то что говорили другие люди в частности я просто передаю то что мне кто-то сказал возможно речь идет о чем-то другом и мне кажется возможно действительно речь идет о чем-то другом потому что нас пытаются запутать увести обмануть я верю связано с тем что это связано допустим с богом и с сатаной то понятно что это может быть попытка оболгать увести и так далее но факт состоит то что определенные люди пришли к этим людям и искали сотрудничать то есть они дали им какое-то приложение на мобильный телефон в котором они могли наблюдать за моей жизнью и заставлять их принимать участие в определенных действиях в отношении меня допустим в уличном театре и для меня было просто удивительным что это делают участники церкви некоторых и служителей и прихожан когда я приходила на определенные служения то я видела что у некоторых этих людей они не выпускают из рук эти телефоны и к примеру им по команде сказали выйти из комнаты или еще что-то сделать и они просто делали это и я поняла что они принимают в этом участие также они говорили мне некоторые подробности моей жизни но они не говорили мне об этом прям а говорили мне это намеками как бы давая понять что они знают о некоторых вещах которые происходят со мной и к примеру у меня произошла ситуация когда мы общались в одной компании и затем мы должны были участвовать в мероприятии и затем я подхожу на собрание встречаясь с людьми и мы общаемся и они говорят ну как там твое мероприятие и так далее то есть это то что я им не говорила и они просто дали мне понять что они в курсе всего что происходит со мной и мне показалось внимание этих людей очень навязчивым потому что я поняла что у каждого человека должна быть личная жизнь и личные границы и я поняла что мое личное пространство нарушается что теперь интерес ко мне возрос и всем этим людям просто стало интересно наблюдать за тем что происходит со мной в последующем о других таргетит индивидуал я узнала что существует некий сайт возможно в дарк вебе или в дип вебе куда этим людям дается ссылка для входа и получает этот доступ они получают доступ к профайлу человека за которым ведется наблюдение который помещен в watch лист и является частью этой программы по моим предположениям на этом сайте скорее всего выложено фото видео анкетные данные социо психологический портрет человека также все личные материалы поднимается вся его биография вплоть до того что было с ним в детстве и в другие периоды его жизни поднимаются какие-то факты из личной жизни о которых этот человек к примеру не хотел бы распространяться но после того как эти люди могут заходить на этот сайт у них есть полный доступ к личной информации человека также туда выкладываются личные фото и видео также идет трансляция 24 на 7 личной жизни человека как он сидит дома за компьютером есть спит и даже ходит в туалет и принимает душ в жесть полная жесть оль ты пропал опять жду тебя тогда а алло 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 да 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 ты вернулась извиняюсь у меня были проблемы со связью я понял ничего периодически они возникают да ничего страшного да и в общем моя история это то что со мной произошло о чем я рассказывала ты рассказывала про даркнет про профайлы которые нас создают и так далее что эти люди могут зайти посмотреть нашу жизнь там им открывать доступ и так далее и так же там идет трансляция всех наших мыслей всего содержимого нашей головы это то что мы говорим то о чем думаем о чем мечтаем что нам снится это память и прочие вещи которые возникают в нашем подсознании это все происходит из-за того что у нас внутри в организме есть чипы и импланты с помощью которых мы подключены к суперкомпьютеру последним которые мне говорили суперкомпьютер называется зверь и он находится в одном из швейцарских городов и таких суперкомпьютеров как минимум три по всему миру также это происходит с помощью передачи сигнала с помощью вышек сотовой связи сейчас как правило это вышки 5g то есть везде по всему городу по всем странам устанавливаются вышки 5g это такие вышки белые разветвленные так через них и через систему спутниковой связи то есть запущены спутники над нашими головами как правило оля опять пропало да ну ждем тебя по недавним сведениям над нашей головой спущено около 20 тысяч спутников и через эту систему собственно человека подключают и передается режима всех его мыслей мысле образов и также транслирует его жизнь 24 на 7 на определенных ресурсах куда потом имея доступ не только эти люди сотрудники этих организаций но к сожалению это могут быть абсолютно любые знакомые любое окружение по рассказам некоторых других таргетит индивидуал иногда такими участниками этой программы является даже члены семьи друзья знакомые сотрудники на работе и близкое и дальнее окружение то есть эти люди могут сотрудничать и таким образом иметь доступ к личной жизни человека куда просто его пообещают и начинают транслировать 24 на 7 и все посторонние люди оказываются в курсе однажды одна женщина призналась мне что когда она узнала о том что это происходит со мной и ей рассказали про меня и скажем так вовлекли в этом она сказала что она сочувствует мне и что так как она является верующей в бога она хотела бы покаяться не участвовать в этом но она вынуждена это делать и она просила также молиться за нее чтобы ну бог избавил меня бог простил всех этих людей кто оказался вовлеченным не по своей воле потому что они понимают что это грех не хотят брать его на душу принимать в этом участие потому что они понимают что будут в ответе перед богом но сейчас они тоже вынуждены сотрудничать чего они боятся смерти боли ты не задала вопрос почему она вынуждена потому что по моим представлениям если они не будут это делать то их пример могут уволить или сделать с ними еще какие-то вещи то есть выгода помните помнишь может быть слова утра к вячеслава выгода всех многих погубить ради выгоды получается вот так далее рассказывай слушаем собственно говоря это началось 2013 года и это продолжалось все это время в разные промежутки ничего не происходило но в другие опять начинали все эти действия но на самом деле это не прекращалось никогда в особенности очень сильно досаждало тот факт что читают мысли и знают мои намерения и также абсолютно отслеживать все мои взаимодействия коммуникации общения с другими людьми посещение мероприятий то есть и вся моя жизнь постоянно находится нам под наблюдением так опять пропала таким образом какое-то время со мной ничего не происходило но в определенный момент это возобновилось в частности сейчас когда я недавно выходила на улицу я обнаружила что мне в голову начали использовать эффект voice to school или аудиалку и я так поняла что это искусственный интеллект суперкомпьютер он начал транслировать мне различные мысли вести диалоги причем он копировал голос некоторых моих знакомых и аудиальный эффект заключался в том что к примеру я иду и постоянно мне транслируется в голову некий диалог и однажды так как у нас в городе недавно выпал снег и стало холодно и я стояла и я просто подумала про себя что мне холодно и этот голос через технологию voice to school или аудиальный эффект он начал говорить мне начни двигаться и я такая ладно спасибо искусственный интеллект я просто начала двигаться и действительно согрелась но я поняла что я просто настолько под постояннейшим мониторингом что мне действительно никуда от этого не деться и так же я опять начала встречать на улицах людей в этот раз они расставили повсюду людей которые курят то есть людей с сигаретами как правило это мужчины или парни которые начали курить по всему пути моего следования мне начали встречаться именно парни мужчины которые закуривали сигарету в последующем я узнала что они таким образом пытаются нас программировать на определенные вещи также у меня однажды был такой эффект когда я шла и на моем пути встречались машины они стояли и начинали мигать фларами я узнала что они что-то делают таким образом что-то включают в нас какие-то чипы импланты и заставляя их активизироваться чтобы затем нас программировать воздействовать ведь все это является частью программы контроля сознания и управляемого общества которые скорее всего под под скажем программы неких людей которые являются в действительности сатанистами это все что я знаю это все что я поняла почему я поняла сидела и когда я начала приходить к Богу и молиться мне пришло понимание что я должна прочитать откровение из Библии я поняла что просто начинают сбываться все вещи которые уже были предсказаны пророками и это просто возможно одна из тех вещей которые будут происходить на наших глазах в действительности об этом можно говорить очень много все что произошло со мной за все это время все что я узнала все что рассказывали другие люди например также то что это до сих пор продолжается хотя на какое-то время меня ненадолго оставляли в покое это продолжается в том что когда я шла также они начали просто везде повсюду скажем через каждый там несколько метров или километров расставлять мужчин которые шли передо мной и они были похожи на одного моего знакомого они одели этого мужчину или парня в ту же куртку в тот же головной убор в те же джинсы и даже дали ему такую же походку и этот человек похож на моего знакомого шел передо мной и таких людей я встретила как минимум 3-5 я так поняла что они создают различные игровые ситуации и пытаются контролировать нас манипулировать нами создавать человека который будет управляемым и таким образом на основе этого создать некое управляемое общество да уж жесть ублюдки это то что я испытала вчера но это то что испытала вчера это то что продолжает происходить со мной и я поняла что я просто должна начинать собирать некие доказательства и просто потихонечку их выкладывать таким образом я решила зарегистрировать странички в социальных сетях и немножечко представиться рассказать свою историю потому что я наткнулась на других людей которые столкнулись с этим и они просто рассказали это и я подумала раз они сделали это то настало время и мне сделать это потому что чем больше нас будет тем больше будет доказательства что мы не сумасшедшие что у нас не расстройство психики а в действительности мы являемся частью некой программы что это все правда вот и все это та причина по которой я начала это делать чтобы просто показать себе и другим людям что мы в действительности находимся под каким-то странным возможно экспериментом да если назвать экспериментом то экспериментатор точно психопат свободный самовольный такой классный класс классный ученый вообще изуродовал пол планеты сидит там где-то молодец если в действительности разбираться в причинах то я поняла что ответ кроется в боге то есть бог создал людей и эту планету и мы знаем что было грехопадение человека и мы знаем что есть падшие ангелы дьяволы станисты и есть дьяволы поклонники и мы знаем что дьявол отец лжи он всегда завидовал богу его возможностям он возгордился и он захотел тоже сделать так чтобы люди смогли служить ему а не богу и поэтому идет скорее духовная война за наши души ведь мы знаем что бог призывает нас покаяться и отдать свою душу но мы знаем что дьявол он с помощью лжи и обмана пытается подписать контракт на то чтобы человек отдал ему душу то есть мы видим насколько методы разные бог нас любит дает нам свободу воли дьявол пытается нас обмануть и использовать и на самом деле на более глубоком уровне до меня дошло понимание что это духовная война и ответ открылся также в бытии во всех событиях происходящих в библии вплоть до откровения это то что уже происходит скорее в наши дни и тот факт что я пришла к богу был наверное самым правильным решением так как это моя защита это то что что я могу как я могу искупить свою вину искупить все свои грехи и просто получить какую-то защиту водительства даже невзирая на то через что я прохожу а если это будет то что сообразно откровению пророчеству то то что будет происходить это единственный способ и возможность пережить это это быть с богом это да но я тебе я же тебе объяснил что тебе надо сделать тебе надо уйти из еретического учения течения той секты иначе бог прогневается на тебя потому что есть овцы есть пастырь есть заблудшие овцы ты пока заблудшая овца тебе надо прийти к пастырю понимаешь в дом его то есть понимаешь да где все овцы его поняла то есть хочу сказать что когда эти вещи стали происходить со мной я начала искать информацию истории от других людей и я наткнулась на такой сайт и на ролике который называется вера 77 и человек который там был также сказал прийти к богу в частности он призывал прийти в православный храм он рассказывал что все это будет очень непросто но действительно это будет чуть ли не единственный способ как получить некое спасение после этого я начала просматривать все и начала больше понимать в том что происходит со мной со всеми остальными в частности я поняла что сейчас начинается новый проект который называется сбор биометрии и оциферизация человека и всей его жизни и тогда очень многие люди которые понимают что сейчас происходит сбор биометрических данных и оциферизация всего таким образом я поняла что это сбывание про отчество из откровения в котором сказано что человеку будет нанесено начертание на лоб и правую руку и он просто будет участником электронного концлагеря это цель сатанистов дьявола поклонников дьявола и собственно это то через то будет проходить верующий человек потому что когда человека будут помещать на компьютер и он будет проходить через все эти испытания мучения гонения если человека будут отключать от компьютера или отключить компьютеры то тело человека может покрыться разными язвами кровоточить быть в нарывах таким образом ну мы понимаем что это будет сбываться через искусственный интеллект компьютерные технологии и так далее скажи ты слышала в голове этих людей вообще ну все операторов в определенный момент когда я была дома или в каком-то другом месте или особенно во сне эти люди начинали переговариваться со мной они могли как комментировать какие-то действия связанные с моей жизнью так и просто что-то рассказывать то есть в действительности в моем понимании это был аудиальный эффект через технологию voice to school возможно это просто искусственный интеллект либо как объясняли другие люди это люди которых садят в компьютер чтобы они могли смотреть за нами и они сказали что когда они подключаются они могут действительно видеть нашими глазами слышать нашими ушами чувствовать все наши ощущения и читать наши мысли что же тому искусственному интеллекту надо он не мог сформулировать ли не мог ли он задачу такую решить для себя чисто программный код такой выписать для себя и главная его задача была бы наверное объяснить что надо от человека этому искусственному интеллекту но в действительности это ведь делают не сам искусственный интеллект а люди которые его создали и которые им управляют а цель этих людей управление разумом человека создание подконтрольного общества поскольку они являются сатанистами служителями дьявола в первую очередь то есть это уже скорее духовная война между богом и дьяволом сбывание различных пророчеств то есть самая суть находится в этом а затем уже она проистекает в методы с помощью которых это достигается например с мамощелом искусственного интеллекта и других когда это понимаешь что справляться этим становится гораздо легче а также по поводу лжеучений и лжепророчеств и лжеоткровений мы можем молиться богу и он нас защищает особенно мы должны читать различные псалмы мне посоветовали читать очнаш и 90 псалом защита потому что эти люди с помощью технологии могут вызывать различные образы в том числе и духовный опыт но мы знаем что по библии это просто является лжеоткровениями лже чудесами и мы не должны в это верить и сейчас могу рассказать какие эффекты духовного опыта оказывали эти люди с помощью технологии на меня то есть как только это началось это началось в декабре 2018 год то есть приблизительно год назад эти люди вызывали во мне духовный опыт они однажды просто когда я сидела я почувствовала что что-то оказалось у меня в области солнечного сплетения на животе и это что-то было как-будто маленькое темной энергии или среднего размера и это что-то вошло в меня и сказала теперь мы и я удивилась и сказала как мы можем быть мы если есть я никаких мы и тогда я поняла что это действуют сатанисты или возможно это искусственное вызывание образов и конечно в первую очередь испугавшись я начала молиться следующий раз начались такого рода духовные атаки когда я просто сидела в комнате и мне четко представилось что за моим столом сидит 4 черта просто один второй третий четвертый каждый из четырех чертей сидит на стуле за моим столом и я очень сильно испугалась тот момент и опять начинала просто молиться и призвать имя Бога Иисуса Христа и была избавлена от этого через какое-то время еще у меня были духовные атаки когда я стояла и почувствовала что взади стоит какой-то черт он стоит и смеется и его ухмылка всегда такая злобная попытался просто как будто будучи взади войти и тогда он стал частью меня и у меня на голове выросли рога и эта ухмылка уже появилась на моем лице я поняла что это является часть неких духовных атак еще подобные духовные опыты были когда меня преследовала это все и однажды я лежала мне показалось что рядом находится некий черт бес дьявол и эти атаки были именно связаны с духовным опытом именно с потусторонними силами сатанизмом тогда я поняла что в действительности даже если это с помощью технологий это связано с духовной войной мы должны быть с Богом в этот момент это просто еще больше меня укрепило в понимании того что происходит и сейчас я в действительности покаялась и просто стараюсь жить по заповеди молиться и быть с Богом во всем только купи в православной церкви крестик себе хотя бы потому что без креста ты для бесов просто доступна если человек у которого нету крестного знамения это просто пустой сосуд для бесов такого человека могут погубить любой сатанист любой бес любой колдун любой демонолог любой ну по сути вот эта техника да сама технология то же самое колдовство только оно основано на законах физики вот и все та же черная энергия поэтому эти импульсы будут подаваться на тот субъект который не имеет Божьей защиты Божья защита это латы духовные латы духовные это покаяние и молитвы во первых у вас у пятидесятников там у еретиков нету санма великомущеников а это те люди которые погибли за веру православную они сейчас и канонизированы ты можешь идти и просить у них помощи где в доме отца моего в твоем том еретическом собрании ты ничего этого не получишь благодать божественная на тебя может быть будет сходить только по вере и только по милости Господа Бога Иисуса Христа вот пока есть возможность я тебе сказал что тебе делать иди кайся и обязательно купи себе крестик православный на веревочке не надо взять цепочка дорогая просто носи именно для защиты и никого ничего не слушай вот Господь тебе к слову сказать я действительно слышала о том что крест именно должен быть деревянным потому что именно он особенно отпугивает или возможно он должен быть посеребренным то есть в этом плане серебряный серебро очищенное серебро святым духом имеет очень большую власть потому что серебро это чистый металл серебро очищает воду потому что вода имеет матрицу так соделал Господь и серебро это самый чистый можно так сказать металл понимаешь вот золото красивый металл но он не столько не столько полезен а деревянный крест деревянный не деревянный оловянный крестик можешь купить оловянный самая суть главная это духовное таинство когда крест освящен святым духом есть на тебе божья защита у тебя есть орудие орудие это крест божий понимаешь и только бес увидит этот крест на тебе он сразу же не сможет на тебя взирать смотреть когда ты с горой с голой грузи уходишь ты тут же распахнута для бесов они в тебя ходят выходят входит кто без молитвы ест пьет что берет в тех мы бываем и тот наш раб так говорят бесы вот такое наставление я тебе даю тебе надо обязательно купить крестик крестик купи молитва слов изучи утренние вечерние молитвы молись молитва слову каждый день это тебя убережет там есть нужные даже псалмы пятидесятые утренние молитвы и так далее это тебе поможет это я тебе сразу говорю это мученичество и никакая шапочка из фольги какой-то плащ какие-то застенки гробы металлические как некоторые брали зарывались не помогут этот компьютер звери уже запущен все наделены этими чипами и к любому могут подключаться уже это страшно но это правда сама чипизация мне кажется это просто официальщина тотальная официальщина когда просто скажут официально людям что мы создаем такой-то такой-то проект денежная монетизация убирается вещественная и человек будет оплачивать все по метке на своем теле это будет официально но настоящую технологию сатанисты подонки естественно человеку не откроют а она уже в нас это наночастицы которые придумал дьявол которые резонируются с СВЧ вот этим излучением если может быть ты видела мое видео про Теслафорес это когда эти частицы в цепочку выстраиваются при нацеливании СВЧ излучения внутри воды внутри организма можно сказать человека в крови и так далее это и есть то построение вот этой цепочки через которое наводится на нас когда чипы эти выстраиваются в определенную сеть цепочку наводится на нас облучение мне кажется таким образом они могут снимать с нашей с матрицы глаз вот это изображение слышать нашими ушами и так далее то есть все чипы на самом деле в нас просто надо вот этот вот спектр излучения и на определенной частоте вот и все мы уже все начипированы все 7 миллиардов это в кавычках сказано все 7 миллиардов уже подготовлены просто надо официальное заключение официальное заключение это принятие решения а потом уже откроют офисы наймут операторов открыто и этим людям останется только регистрировать этих нас людей тех кто принял официально вот это вот чипизацию и все и если им не угодно будет получается что-то не понравится в нас наши мысли наши эмоции действия то как мы живем то как мы работаем и так далее они спокойно нас могут утилизировать то есть это значит что у них удалить файл из компьютера зверя оп инфаркт миокарда у нас случился оп инсульт оп еще что-то и человек утилизируется случаи Левашов Кирилл Толматский и так далее все это эти случаи это не угодно устранение просто вот это 2017 2018 2016 2015 это подготовка только лишь подготовка тестирование этой технологии вот что на самом деле массовая чипизация никакой капсулы человеку в тело с капсулы зерно с какой-то ничего не надо ему вживлять просто надо вот это изотопная метка мне кажется чтобы была какая-то чисто память память контейнер памяти чтобы загружать туда информацию а если надо будет СВЧ КВЧ излучением человеку сделать больно или сделать так чтобы он не встал то это делается через спутник с помощью именно нашей технологии которая внедрена в нас понятно вот и все но еще есть и промысел божий то есть промысел божий здесь состоит в том чтобы различить отделить овец от козлов проверить души человеческие кто примет это ради выгоды вот как твои вот эти вот ребята да которые в секции в юридической в этой почему они верующие люди творят такое над тобой это же братья во Христе в православной церкви я тоже видел таких это страшные люди они не ведут что они творят все из-за того что они оклеветаны но это грех им надо уже покаяться потому что они уже знают правду и никто кто из них не покаяться будет в ответе перед Богом душой еретики в православной церкви есть это бесы в рясах они приняли другое религиозное учение которое является учением дьяволу и это учение религиозное позволяет им принимать православный сан и они прикрывшись православием служат сатанисты в православной церкви сейчас эти еретики сделают из церкви бизнес они через них Божья Божья благодать не сходит потому что они еретики креститься они не умеют знаешь как они крестятся знаешь как они крестятся берет он крестит наоборот да берет он крестит лоб пуп одно плеще и на цицку и на цицку на правую цицку да 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 крестит лоб тремя перстами может и двумя Пуп крестит, левое костное плечо, кость левую на плече и нацицку. Вот это еретик. Получается, что эти люди намеренно пришли к этому. Намеренно наняты спецслужбами, да-да-да, чтобы благодать Божья не сходила. Они также собирают покаяние с людей, а потом кто кается за какие грехи, а потом берут, считывают эти грехи, вот эти вот ФСБшнички, КГБшнички, а потом людей ставят под компьютер. А знаешь как? Вот приходит бизнесмен, бизнесмен крещеный, приходит, рассказывает, о, я вот обманул сегодня батюшка на 20 тысяч долларов своего партнера. Прости меня, господи. А тот батюшка раз, отдал это своим корешам. Потом к нему раз, ФСБшнички вломались и все, и порешали его без бизнесмена. Вот и все, вот и вся исповедь. Кому он каялся? Агенту спецслужб. Вот так вот. Вот для чего засланцы надо и в храмах, и в православии сейчас стоят. Исповедь такому человеку нечиста. И сейчас я скажу, ну как нечиста? Чиста перед Богом, Бог-то простит нас. Но человек нечистый, в нечистоте стоит. Он еретик. Он стоит и ему человек исповедуется. Он берет уровень Бога на себя. И не на суд Божий отдает человека. Он не имеет права разглашать его грехи. А он отдает ФСБшникам, КГБшникам через наушник этот, через прослушку грехи и исповедь человека. Представляешь? Вот что они сейчас делают. И если в ряд этих еретиков выставить, они ни один из них, пес в рясе, не будет, не сможет перекреститься. Не может он креститься, потому что он другого вероисповедания. Чаще всего это иудаизм. У них есть там подмена веры, в их религии там есть подмена их веры. Но доктрина состоит в том, чтобы внедриться в православную церковь, вот этим вот бесам в рясе, и сделать там раскол. Эти люди, батюшки эти, они никогда не скажут правды православным людям, что чипизацию нельзя принимать, что ИНН нельзя принимать, что сейчас приход Антихриста готовят жиды и так далее. Эти люди никогда людей в церкви прямо не научат. Если хочешь посмотреть истинного батюшку, впиши служение отца в поисковик. Служение отца, впишите все, служение отца Василия Новикова. Когда благодать святая на человека сходит, на батюшку, на человека, который принял каноны церковные, который служит в сане церковном, то есть, да, в определенном. Богу служит, исповедуется, причащается с чистой душой православный христианин, но на служении Богу, когда через него благодать духовная сходит на людей, в людях даже говорят бесы, бесы. И там у него на видео бесы через людей прекрасно все говорят, а говорят они удивительные вещи. Что такое чипы, когда будет что, какие документы и так далее, что принимать нельзя, как люди даже грешат, говорят. Потому что когда такой человек с кадилом подходит, вот, истинный человек в православной вере, христианин, божий помазанник, эти люди колотятся, потому что в них бес играет. А небесы такого человека выдержать не могут. Если подошел бы еретик, бесу плевать, за что без бы сказал. Он наш, наш, это наши, наш. А почему? Потому что бесы своих сатанистов знают. Они даже, и без бы не говорил, просто посмеялся бы. Вот эта бабка, в которой бес, когда к ней такой бы подошел, еретик. Вот такие попы, их попы называют, попы. Они ради бизнеса там. Днем в церкви в православном, а вечером руки в синагоге трет. Вот так. Или у Лазара сидит. Бер Лазара. Равин московский. Главный равин России, точнее. На заседании. Это как вот, если взять Кирилла Гундяева. Он вначале служит в церкви, а потом с равенатом с этим сидит. Вот так и тут. Если честно, то я думаю, что ты можешь... Сейчас расскажу. Бес, говорю, посмеется только. Посмеется. Потому что бесу смешно, когда в православной церкви вот такой вот еретик стоит. И православных людей причащает. Отпевает. Исповедует. Ну как-то так. Вот так вот. Так что, главное сейчас не кривить душой, и я тебе говорю. Уходи из того течения истеритического, и надевай православный крест, и ищи нормального батюшку. Пообщайся. Скажи, батюшка, можно принимать чипизацию сейчас? Можно там... Что такое паспорт? Что такое? Позадавай элементарный вопрос. Если батюшка скажет твердо, нет, 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 следовать за Богом, крест твой и покаяние, твой паспорт, то-то, 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 чипов не принимать, к еретикам, к этим за карточками не ходить, ради денег ничего не фотографировать, ради выгоды ничего такого не делать, то это нормальный батюшка. Тот, который будет гривой кивать тебе, руки потирать, плюй и уходи. Скажи, все понятно, спасибо. Если он скажет, никаких чипов нет, не паникуйте, ля-ля-ля, я тебе скажу. Еретикам сказано всем, раввины их предупредили, вы служите нам, и вы будете целы, живы, шкуры ваши будут целы. Ваша задача отдалять людей от истинной веры, а как? А вот я сейчас тебе научу как. Его задача, человека вводить в заблуждение, а как? Он тебе правды никогда не скажет. Почему? А потому что ты ему в лоб задашь вопрос такому батюшке. Он скажет все, что угодно скажет, но только за, за то, чтобы ты не беспокоилась. А знаешь почему? Потому что это их учение. Это их учение. Если он тебе будет говорить, что чипизация это опасно, там все такое, то он уже что? Он уже не служит дьяволу. Он уже служит богу. Так что если у такого еретика ему в глаза сказать, можно ли принимать биометрические данные или там паспорт, электронную карту эту, он скажет, ну в этом ничего не опасного нет, ля-ля-ля. Знай, перед тобой стоит еретик, сатанист, который продался за деньги. И он стоит там ради денег. А поставлен он истинными сатанистами, которые сейчас на Руси орудуют. И эти сатанисты уничтожают сейчас все православие. Вот так. А этим сатанистам им наплевать, куда уже другие люди пойдут. Вот такие вот люди послушали человека такого, да, еретика в православной церкви. Думаешь, они уже придут к богу? Да они от церкви уйдут уже за 200 метров. А почему? Подонок этот отдалил их. Это он принял грех страшный. Дал грех на душу того человека, потому что человек уже будет бояться идти в церковь, потому что там такие еретики стоят, скажут, тьфу, куда я попал. Но храм бросать-то нельзя, это мы православные, кто в истинной вере, понимаем. Но уже в тот храм он уже пореже будет ходить. А все почему? Потому что тот смолодушничал, взял, отдалил человека от веры, сам на себя грехов набрал, сам грешник, еретик и верующего отдалил. Как в Библии. В Библии все написано, Новый Завет читай. Там написано, вы по рождению Ехиднины сами в отойдете и других туда за собой тянете. Вот так вот. Так это все и правда. Вот так вот. Поэтому вот эти вот еретики сейчас отдаляют людей от веры. Его задача сказать все что угодно, что это не опасно, что нечего тут бояться, заговорить людей. Могут, может он глагольствовать, глагольствовать с крестом. Но как только ты ему прямо вопрос задашь в лоб, скажешь, Ислам, нормальная религия, батюшка. Знаешь, что он тебе скажет? Да, это то же самое. Представляешь? Лже-религию. Лже-религию антихриста. Назовет. Да, это то же самое. Почему антихриста? Потому что бес над ней стоит. И душа, душа там не спасается. Душа там не спасается. Только Бог может душу помиловать. И то он в этой еретической религии дает людям по милости Божьей, дает спасение, потому что у них там в исламе очень строгие законы. Но есть некоторые смелые люди, которые принимают христианство. Очень опасное место вот этого, да? И очень опасные законы. Ну, вот эти вот страны, там где, исламские. Там за христианство просто убивают. Но я должен отдать честь этим людям, которые по смелости приняли православие. Отдаю вам честь, братья во Христе. Вы поистине смелые люди. И Господь дарует вам спасение душ. Это я говорю сейчас к восточным вот этим людям, которые приняли православие, истинную веру. А вот эти, вот эти батюшки, которые я тебе сказал, он скажет, ислам, да, это то же самое он скажет. Представляешь? Подонок. И вот эти люди, люди, им верят люди. Вот этим лже-подонкам им верят люди. Они с крестами стоят и не боятся Бога. Вот что сейчас творится в церкви даже. И поэтому, если на тебе нету крестного знамения, ищи нормального батюшку, покупай крест и исповедуйся ему. Но прежде чем поисповедоваться, поговори с ним с глазу на глаз. О чипизации там спроси. И так далее. Будет кривить душой, будь мудра, как змея. Сразу посмотри, что за человек. Если уже будет вилять, как пес тот, то, как говорится, начале у алтаря, а потом под алтарем. Все. Нечего с ним говорить. В церковь эту ходи, не просай, молись. Но ему лучше с таким не общаться. Это еретик. Он себе ничего хорошего. Благодать через него к тебе не сойдет. На него Бог посмотрит, что он кривой душой. Что с него взять. Через таких вот мертва церковь православная. Все, что я могу тебе сказать. А ты попала вообще в страшное течение. Я тебе желаю Божьей помощи. И надеюсь, Господь через меня тебя приведет на пути истинные. У меня пока все по поводу этого. В действительности у нас в городе есть хороший православный храм. Думаю, что буду ходить туда. Я думаю, самое главное – это быть с Богом и просто служить Богу. И все. То есть мы люди верующие. Мы с Богом. И это самое главное. Каждый человек в любой момент может призадуматься и прийти к покаянию. Поэтому будем надеяться, что найдутся хорошие люди, которые осознают, что самое главное – это наладить личные отношения с Богом, служить Ему. Тогда каждый человек будет просто спасен. И если даже через нас все это происходит, в любом случае самое главное – это являть собой образец добродетели, образец человека, который ходит перед Иисусом Христом, тогда другие люди призадумаются. Мы можем молиться за всех. И я знаю очень много хороших людей, которые также в разных организациях, они тоже таким образом призадумались о Боге, пришли к покаянию. То есть вне зависимости от происходящих вещей, если ты верующий и пришел к Богу, то все равно все будет сообразно Слову Божьему. Мы должны просто молиться друг за друга, мы должны благословлять друг друга, прощать друг друга. Даже тех людей, которые задействованы, мы можем молиться за каждого из них, чтобы Господь коснулся нас всех. Согласен полностью с тобой, так и поступаю. Только молиться за этих людей надо, чтобы они пришли на путь покаяния. Потому что через покаяние они могут вразумиться и понять, что они были на пути в ад. Да, мы должны относиться к ним по Слову Божьему. По Слову Божьему сказано, что мы должны любить их. Одна из главных замоведей божественных – это любить Бога, себя и других людей. Любить даже тех, кто гонит вас, тех, кто злословит на вас. Мы должны любить их, богословлять, потому что они могут в любой момент понять, что они просто заблуждались. Они могут вернуться на истинный путь просто за счёт того, что мы будем являть собой образец того, каким должен быть человек от Бога. Вот и всё. Это то, как мы можем справляться со всем этим. Потому что каждый из нас однажды просто не был образцом идеальности, добродетельности. И однажды Бог открыл нам себя через других людей, через служение, через Писание. И мы все оставили весь наш прошлый образ жизни. Мы обновились. Так. То есть для меня, наверное, самое главное – это то, что, оказавшись во всём этом, я поняла, что это не главное. Главное – это действительно, когда я открыла Бога, это было самое главное. А всех людей я прощаю, всех благословляю, верю, что Господь коснётся их по-своему. Но при этом у каждого человека есть свобода выбора. Да, тут я согласен с тобой. Каждый сам выбирает – хлеб или крест. Что ему надо по жизни – спасение души или земные условия? Да. Я как человек, на самом деле, я к людям очень хорошо отношусь, я всех уважаю, тружусь. И вот просто, оказавшись в такой ситуации, ну, наверное, Господь именно через всё это самое главное, Он привёл меня к себе. То есть, если бы я не оказалась в этом, самого главного я не получила бы это – спасение. Вот. А трудные времена мы переживём, потому что сюда мы можем получать духовную помощь. И это пропустение, оно, в принципе, по всему миру, среди всех людей, которые проходят через разные ситуации. Думаю, самое главное – это то, что вот каждый человек, он просто, самое главное – ты можешь познать Бога. Согласен полностью с тобой, ты права. Нам надо стремиться больше прославить сейчас Господа и понять, что только в Нём наше спасение, наших душ, и именно только Он даёт защиту. Только вон. И просьбы наши, Он слышит и услышит по молитвам нашим. И принести слёзное покаяние за весь наш почивший род, за всех наших усопших предков, которые согрешили до нас ещё. Вот. Потому что мы за эти грехи отвечаем. Те люди, которые не понимают, о чём я говорю, откройте историю, пожалуйста. Просто посмотрите примерно прошлую историю Руси, сколько было войн, сколько было страданий, голода и всякого морока, когда люди были в очень сложном положении на этой земле. Всё это по грехам дано, и в то время дано было по грехам наших, ихних предков, потом и наших уже сейчас предков. Вот. Поэтому эти люди, кто сейчас где, кто на небесах, кто немножко пониже, в страшном месте, в Аде, за них надо молиться, молиться и молиться. И тогда Господь помилует. Заодно лишь убиение, попущение-убиение, попущение-убиение, хотел сказать. Царской семьи Николая Второго Александровича, это великомученики, святая царская семья великомучеников, которые хранили и были помазанниками божними, хранили наш род русский, нашу Русь святую. И стояли в истинной вере православии. Я думаю, да, прислушаю своему совету и возьму крестик и начну носить его. Это будет также нашей защитой, так что спасибо тебе за совет. Вот, так что будем все молиться за все эти ситуации и с Божьей помощью мы все пройдем, перенесем. Конечно. Господь с нами. Да, Господь с нами. Вот, спасибо тебе за диалог, большое спасибо за то, что выслушал. Так, наверное, самое главное это то, что мы пришли все к Богу, вот и все, тут вот в этом суть. Да, слава Господу Богу Иисусу. Вот почему мы все так объединяемся, вот почему мы через это проходим. Конечно. Господу за свои пути. Так что, если мы будем искать именно в этом, в первую очередь. Спасение. Да, наше спасение, то вот оно. Это то, к чему нас, собственно, и приводит. А остальное это так. Вере, в вере наше единство, ты ж пойми. В Христе, вот, во Христе, с Христом наше единство. Это наша вера, понимаешь? Без нее мы мертвы. То есть, врагу очень легко нас погубить без веры. Пока люди, все русские люди, белорусы, украинцы, русские, не поймут это. То есть, да, точнее, не украинцы, малорусы, малорусы. Все три братских народа, что нас сплочает. Не какое-то там сечение, которое придумали еретики, раскольники, СССР. Союз каких? Социалистических республик. А республика что? Это передел. Русь единая. Это все проекты сатанинские. Нам нужна православная Русь. Выйти всем с иконами и заявить слава Иисусу Христу, свободу православной Руси и святому народу православному. Свободу атаков дьявольских на Руси православной. И снести все еретические эти течения, сатанинские скопища, огнем и мечом очистить землю русскую православную от них. И не давать, по вере, по вере не давать, и Господь, чтобы поражал эти все течения, вот эти еретиков, сатанинские. Спасибо тебе большое за диалог, я думаю мы на этом тогда закончим. Вот. Большое спасибо за то, что мы пообщались с ним. И тебе спасибо, храни тебя Господь. Надеюсь, посыл ты поняла, что как тебе надо и как поступить. Я надеюсь, чем-то тебе тоже советами какими-то помог. Спасибо всем, что вы нас послушали. С нами была Оля и я Андрей Шутов. Тема Пси-террора. Вот так вот. До связи, друзья. Продолжение следует.